Здравствуйте, друзья! Меня зовут Валентин, и вы смотрите новости от Кемеровского предвыборного штаба Алексея Навального. Что же интересного произошло на этой неделе? Наверняка многие из вас обратили внимание на недавнюю непогоду. Активно в этом помогали социальные сети и областные новостные ресурсы. Но ни те, ни другие не обратили внимания на то, что более 7,5 тысяч человек разом остались без электричества. Практически вся центральная часть Кемеровской области, а это более 40 населенных пунктов, сидели в темноте из-за обрыва линий электропередач. Электричество вернулось в дома почти в полночь. Можете поискать новость об этом ЧП на сайте администрации Кемеровской области или компания, которая была ответственная за электроснабжение. ПАО Сибири, Кузбасс Энерго, РЭС. На сайте последних можно найти отписку, что энергетики перешли на особый режим. Но о том, что школы, детские сады, магазины, аптеки и другие общественно значимые учреждения не работают, ни строчки. Правду о том, что энергетики все же справились с проблемами, пресс-служба компании сообщила, но с опозданием в 7-8 часов. Лучше всего в этой ситуации повели себя специалисты главного управления МЧС по Кемеровской области. Согласно их версии, в области вообще ничего не произошло. Жители юга Кузбасса жалуются на трассу Кузидеева-Мундебаш-Таштагол, которая была открыта полгода назад, но уже сейчас в буквальном смысле разваливается. Как отмечают водители, асфальт на одном из участков после зимы идет волнами и трескается. Самое примечательное, что дорога стоила более 2 миллиардов рублей. Но уже через неделю после открытия асфальт просел, а скорость проезда по ней была снижена до 40 километров в час. В настоящий момент дорога закрыта на ремонт. Но есть ли гарантии, что в будущем такая дорога не будет иметь проблем снова? Если менее, чем за год уже такие проблемы. Кемеровский штаб готовится к долгожданному событию – началу агитационной работы на Кубах. На время кампании агитационные конструкции будут установлены в людных местах нашего города. Волонтеры штаба будут раздавать наклейки, листовки, отвечать на вопросы, помогать регистрироваться новым волонтерам и сторонникам на сайте 2018-navalney.com. На этой неделе в штабе прошло собрание, на котором волонтеры задали интересующие их вопросы и получили необходимые инструкции по ведению агитации. Еще не поздно присоединиться. Одной из главных проблем остаются двойные стандарты от административных ресурсов. На фотографиях вы видите митинги в парке имени Жукова, которые были организованы и согласованы с мэрией Кемерово. Например, 6 апреля там был проведен митинг против терроризма, который без проблем согласовала общественная организация – Центр татарской культуры Дуслык. Но оказывается, что все это было незаконным. Доказательством тому служит ответ кемеровчанину Михаилу Алексееву, который пытался согласовать митинг в этом самом парке. В ответ мэрия предложила ему провести митинг в нашем, уже любимом месте – мототреке на краю города. Ставим лайк мэрии за прекрасное чувство юмора. Отказ они объясняют так. В соответствии с федеральным законом, это место относится к тем местам, в которых проведение публичных мероприятий запрещено, а также может создать проблемы пешеходам и прочие нелепые отмазки. Такая же судьба постигла наши попытки согласовать агитацию на кубах. Власти отклонили уже четвертую заявку. На днях ждем отказ пятый. Мы считаем эти отказы незаконными и будем оспаривать их в суде. Мы обязательно добьемся того, что наши агитационные кубы будут стоять в городах Кузбасса. Начали работу страницы штаба в Фейсбуке и Одноклассниках. Если вы зарегистрированы там, вступайте в группы, зовите друзей, комментируйте и предлагайте идеи. Нам нужна ваша поддержка. Идет подготовка к всероссийской акции 12 июня. В День России неравнодушные люди, патриоты нашей страны, выйдут на улицы городов под российскими флагами и с прежними политическими требованиями. Бороться с коррупцией не на словах, а на деле. Вернуть людям свободные и честные выборы. Митингу 12 июня еще предстоит согласование, но штаб уже ведет активную подготовку к нему. Для того, чтобы его провести, нам не обойтись без вашей помощи. Поддержать подготовку штаба к митингу донатами можно на странице встречи в ВК. Деньги пойдут на монтаж сцены, установку звука, флаги, листовки и другие агитационные материалы. Ссылка на страницу есть в описании к видео. Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили, даже в самом маленьком, объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Подписывайся на наш канал, мы рассказываем то, чего не покажут по телевизору. И вообще, живите в счастье!